Вы заметили, что мы часто осуждаем людей, при этом даже не пытаясь их понять? А ведь у каждого поступка на самом деле есть своё объяснение и своя причина. К примеру, не включил человек поворот на дороге. Ну, подрезал вас. Что вы ему сразу кричите? Мудак! Это правда. Даже на секунду не задумываясь о том, что, возможно, у них, у мудаков, так принято. Или другая ситуация. Курит человек на улице и выкидывает окурок не в урну, а на тротуар. Какая наша с вами первая реакция? Мы подходим к нему и говорим, ты быдло, быдло ты. Правильно? Ну, так вы делаете? Ну, я делаю так. А может быть, он вовсе не быдло? Вполне вероятно, что он обыкновенный мудак. Да. А курит этот мудак. А курит уже этот мудак. Потому что он нервничает, понимаете, из-за того, что у него права забрали, за то, что он только что кого-то подрезал. А вот эти вот другие упреки замечали парам, в которых ей 20 лет, а ему 60. Ну, дескать, у них все не по любви. Ну, как это не по любви? Да все, ребята, по любви. Просто каждый любит свое. Он 20-летних девушек, она бабло. Вот девушка. Вот девушка сидит, говорит, а вот вы и рассмеялись. Вот что вы смеялись? Вы не верите? Не верите? Не верите, что молодая девушка может любить человека, который в три раза вас старше? Не верите? Вы дедушку своего любите? Понимаете? Работает. Я считаю, что нельзя никого обвинять, пока до конца не разберешься в ситуации. Вспомните, как летом нашу сборную после Евро-2016 в грязь втаптывали все. Я тоже. Сколько злости у людей было, да? Ну, ни капли сострадания, ни капли понимания. А ведь на самом деле наши футболисты были достойны восхищения. Вот вы, вот скажите мне, когда вы переживаете день после перепоя, бывало у вас перепоя, да? Наверняка вы лежите целый день на диване, смотрите вы телевизор, отходите, ой, мне плохо, я умираю, да? Максимум, что вы делаете, это встаете и бежите бегом в магазин за минералкой. Так? А люди в этом состоянии играют в футбол. Вы бы пробегали 90 минут. Так что еще раз всех призываю перед тем, как кого-то осуждать. Вести все за и против. Особенно это касается осуждений в сторону наших политиков. Я вообще заметил, что недовольство власть имущими – это самая стабильная черта нашего общества. Мы всегда были недовольны людьми, которые нами управляют. И не важно, кто это. Козлы, скоты, кони или сволочи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова